Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу». Сегодня тема нашего разговора – авторское право. И у нас в гостях Андрей Гаврилов, заместитель директора Волговятского филиала Российского авторского общества. Андрей, скажите, в чем цель приезда в Чебоксары? Цель приезда достаточно простая – разъяснить жителям республики необходимость соблюдения законодательства Российской Федерации об интеллектуальных правах и конкретно защиты авторских прав. То есть у нас в республике авторские права нарушаются? К сожалению, есть предприятия, где авторские права до сих пор нарушаются. К сожалению, есть такие случаи. Давайте поподробнее. Где это, что это? Без имен может быть, но хотя бы отрасли, где мы нарушаем авторские права? Нарушение авторских прав происходит на предприятиях общественного питания, торговли, ночных клубах, ну и во всех предприятиях, где используются музыкальные произведения для создания благоприятной атмосферы для посетителей. Не все предприятия имеют, осуществляют такие нарушения, но все же некоторые предприятия, руководители этих предприятий, может быть, не знают просто о существовании законодательства Российской Федерации, которая защищает права авторов и по незнанию своему совершают такие нарушения. И моя задача сейчас вместе с вами рассказать, что необходимо сделать для того, чтобы не нарушать права авторов и как, так скажем, как обезопасить себя от штрафных санкций, которые возлагает закон о нарушителей. Я так понимаю, что вы сюда приехали на суды уже? Совершенно верно. Вчера прошло два судебных заседания в арбитражном суде Чуварской Республики, где к нарушителям закона были применены штрафные санкции. Санкции достаточно большие, они иногда приводят к очень существенным материальным выплатам. Поэтому желательно, чтобы не допустить таких вот... Что нужно сделать, чтобы этого не было? Да, здесь, в принципе, закон установил две вещи, которые необходимо осуществить. Первый из них – или заключить договор с автором напрямую, чьи музыкальные произведения хотят использовать в своих заведениях руководители предприятий города Чебоксара или вообще Чуварской Республики. Или же заключить договор, лицензионный договор, с организацией, которая управляет их авторскими правами на коллективной основе. Сейчас на территории Российской Федерации таких, как знается, всего две. Две государственно-аккредитованные организации. Это Российское авторское общество, которое защищает права авторов музыкальных произведений, и Всероссийское агентство по интеллектуальной собственности. Оно защищает права исполнителей и правобладателей фонограмм. То есть две государственно-аккредитованные организации. Для того, чтобы законно осуществлять публичное исполнение музыкальных произведений в своих заведениях, руководители организации должны заключить два договора. С вами. С нами и с ВАИС. Да, совершенно верно. И тогда все будет законно. Никаких претензий со стороны правоохранительных органов или же наших организаций, которые законом обязаны защищать право авторов. Тогда таких претензий не будет. То есть я так понимаю, что если мы открываем кафе или ночной клуб, для того, чтобы не связываться с каждой звездой, там у нас фонотека огромная, в том числе и зарубежные, и российские исполнители, да, нужно просто обратиться к вам и сказать, мы хотим вот эту вот музыку у себя крутить на сленге, объясняясь, да, и вы полностью заключаете договор, и какие-то отчисления вам идут. Да, эти отчисления не идут не нам, а авторам. То есть мы как звено, которое осуществляет работу по заключению договоров, потом сбора вознаграждений и перечисления их авторов, то есть непосредственным людям, которые сочинили музыкальное произведение. Эти выплаты небольшие, потому что многих людей пугать, что это может быть там десятки или сотни тысяч рублей. Нет, эти выплаты небольшие, они минимальные для всех, и бояться их не стоит. С суммами, которые необходимо будет выплачивать, можно ознакомиться на сайте Российского авторского общества. Там есть вся информация для пользователей, которые желают заключить договор и использовать музыкальное произведение. И там все можно увидеть, почитать проект договора, посмотреть ставки, посмотреть информацию относительно законодательства, ссылки на нормативные акты, которые существуют в Российской Федерации. И можно работать по закону. Совершенно верно. Не можно, а нужно работать по закону. Ну, имеется в виду, ознакомившись с этими документами, уже работаешь по закону. Конечно. Испишь спокойно, да. С другой стороны, допустим, вот исполнитель, автор, решила я стать поп-звездой, написала музыку, слова, выпустила сингл, он стал суперпопулярным на радио, на телевидении, в ночных клубах, везде его крутят, да. Мне нужно к вам обращаться или вы ко мне обращаетесь? Вам нужно к нам обратиться. Во-первых, для того, чтобы зарегистрировать свои авторские права. Мы занимаемся этой регистрацией. И, как я уже сказал, последующей защитой ваших прав в случае несанкционированных использований ваших музыкальных произведений без вашего согласия. Потому что закон четко регламентирует, что для того, чтобы использовать музыкальное произведение, авторское музыкальное произведение, защищаемое законом, необходимо получить согласие от автора. Только в этом случае его можно использовать публично. Скажите, вы представитель волговятского филиала, и у вас наверняка есть договоры с авторами-исполнителями из Чувашии. Конечно же есть. Конечно же есть. У нас не только авторы музыкальных произведений, но и стихов, и режиссеры театров, и сценаристы. То есть у нас достаточно большой спектр авторов, чьи права мы представляем на территории Российской Филиации, и в Чувашии в том числе. Спасибо большое, Андрей. Напомню, что сегодня об авторских правах мы говорили с Андреем Гавриловым, заместителем директора Волговятского филиала Российского авторского общества. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»